Добрый день, дорогие рукодельницы! С вами Светлана Амельянца, автор сайта «Избави вязание», где мы обучаем стремительному освоению вязальной машины с нуля. В этот раз мы собрались с нашими участниками провести живой мастер-класс, где мы могли бы протестировать пряжу предельно ниточного комбината имени Кирова. Как раз получилась оказия, что мне предоставили эту пряжу, и мы решили подготовиться к весенне-летнему сезону и протестировать ту пряжу, которая производится у нас в городе Санкт-Петербурге. Я назначила всем встречу, разослала рассылку, но так как посиделки наши приходились на 1 апреля, то неумышленно, но так получилось, оказалось, что я в рассылку заложила ошибку и указала неправильный адрес. И вот мы сидим и ждем, без 15 никого нет, без 5 никого нет, 3 часа никого нет, и в 3 часа начинают сыпаться смс-ки, что не можем вас найти. Я не могу понять, что такое-то, почему они нас не могут найти. Мы найденные, мы сидим в том месте, где договорились, а они нас не могут найти. Но оказалось, что я взяла с карты, записала неправильный адрес, и девчонки стали подходить понемножечку, опаздывая кто на 10 минут, кто на 15, кто на полчаса. Но в итоге все равно все собрались, и мы успешно провели тестирование пряжи. А как это проходило, вы сейчас увидите. Бомбашки нету? Где? Там. Здравствуйте. Мы все встретились. Ты все, да? Ну, ну, кстати, по всему. Там-то так красиво, галюбно. Кто хотел, тот хорошо. Мы сначала... Ну, давай, Наташа, давай, ты иди, давай. А мы посмотрим. Я вот с этой машинкой, так вот, не только как дикуюсь, можно смотреть почти в ситуации. Машинка это очень хорошее, если, вот, я думаю, мы ее в мешок бросили и повезли. Понимаете? Вы не обезвольную кашку, так же, а не любят. Мне очень нравится. Я просто от того, что она и не с платьинками... Вот это, наверное, светлая, да? Вот, что-то, наверное. Вы наши? Сейчас вам еще представить. Давайте, давайте. Поптички. Каком-то уроке. Ну, еще с чего? Да-да-да-да. На компьютере. Давайте, вот, вот, на... Больше всего. Очень хороший образец. Очень хороший. Но мне показали ее образец. Очень хорошо выглядит. Нежно, нежно. Нежно, очень хороший образец. Неверсеризованный. Да. Чисто хорошее. А что такое? Обработанный. Так, значит, читаю. Это вот нитки для ручного и машинного вязания. А там прям вот они... Ну, как вязанное. Ну, как вязанное. 100 грамм. 4 сложения. 60 хлопок. 40 лен. Вот так вот. Называется кудельница. Это уже там цветовое. Невероятное. Просто невероятное. Я говорю, что туда нужно приехать, потому что вы один раз приедете и скажете, ничего страшного, далеко-недалеко, но вы будете знать, где это брать. Вот я говорю, что если на летнюю какую-то коллекцию вязать, ну, в обычном магазине не набраться. Я слышал, что шерсть пробуем. Да, да. Я говорю, случайно подвернулась, хотя мы, в принципе, хотели... Аншлаг. Аншлаг, да. Здравствуйте. Здрасте. 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 Да, Витя, мне вот вписали подарок. Понятно. Давайте. Поэтому я к вам. Дотопывай. Что попряжить? Мы пробуем пряжу, которая называется кудельница. Вот мы привезли из комбината имени Кирова. Я приложила. Вот. Но мы решили не все 20 образцов, а хотя бы несколько. Посмотрим, как себя ведет, потому что есть мнение, что кудельники не очень они хороши, хотя из ниток топ у нас сразу из ириса, хотя топ, который Лариса Снега, он у нас был из ириса, это уже комбинат, да. Это же на какой плотности сюда? Это на шестерке, это на рыбке она. Не, нормально. Это рука, и мы еще раз уже. Так просто режет. Да. И не надо ничего режет. Ничего не надо, он сам его держит. Как-нибудь, и не оторвать это. И не держит. Да. Ну, как и нехило. Мне кажется, она раздражает угрозики. Да. Я не знаю, честно говоря, по поводу того, что это очень приятно на ощупь. Может, её намочить надо, она станет приятной. Ну, посмотрим. Мы так же тестируем, чтобы посмотреть, как она выглядит в описании, как она будет выглядеть. Ну, Ален, он уже немножко такой тоже. Вот я говорю, что вот смотрите. Это скованный. Да, он и есть такой. А сейчас мы его намочим, может, он помягчается. Это правильно. Вот я забыла. Это же снизу, или нет? Это тройка. Это искусственный, да? Ну, он не шел, чтобы… И уже… Ну, попробуйте усиление. Это же со стороны. Это же снизу. Нет, нет. Искусственный – это не значит, что он не дышит. Это… Это… Ну, это же снизу. Понимаете, вот как бы, когда березовые обилки превращают в волокно… Не очень. Вот как называется? Искусственное или не искусственное? Ну, да. То есть, натуральное, но… Просто какие-то… Ну, да. Ну, здесь это тройка, но это картоночка, да. А вот такое вязание даже непонятно для чего. Я просто думаю, что даст стрейч вискоза, вот как… Ну, что, будем ее ванчить? Это на одно деленицу? Ну, не дает стрейч. Это с шестерой. Это с сепаром. Но 300 на 100 даже не похоже на 300 на 100. Вот, вот. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Сейчас попробуем. Еще подырчатые. Бесформенная. Чего у нас там происходит? Что у нас там происходит? Ляжем. Чем жуще? Ну, сейчас немножко еще прорежем. О, Марина Сепарова. Здравствуйте. Здравствуйте, Марина. Вот. Марина очень хотела присутствовать. Сказала, что со своими печенюшками придет. Так что… Она будет перед экраном. Пока пусть со своей машинкой перед экраном и тоже тестирует. Ну, чего? Расскажи, что ты чувствуешь? Ну, сейчас я говорю, грубовато. Мы все это оценили, что… Ну, как ледная. Ну, ледная. Подожди. Это на какой плотности у нас? И на рыхлой, и на… Ну, сейчас мы снимем, намочим его и посмотрим. Вдруг он после теплого брака. Еще пощупаем. Еще пощупаем. Ну, теплого у нас нет, да? У нас только холодная вода есть. Уже в этот момент. Ха-ха-ха-ха Я когда видео увидела, сразу думала, когда же у меня зарплату… Бежать, бежать… Это магазин изнутри, да, показали? Да, магазин. Это я уже девочкам рассказала, что я вошла… Я когда увидела, то я так испугалась, что я не ожидала, что это такой магазин. То есть я думала, какой-то это вот… закуток там, а там уходящий ангар… Да, да, да. Кредо. Кредо науки. А там… Самое интересное, что только хлопком. да 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 я посмотрела у них вискоза плотная а так шерсти у них нет у них изначально затевалась как швейно-вышевая катушечные нет я посмотрела . 25-40 грамм и басмы 300 и килограммовые бобины в общем-то я хлопок вязала сейчас мелко советует хлопок или надо вязать на больше плотности чем полушерзь ну да ну не так вот у меня ошибка то есть либо через провяжешь на такой же месте там как-то так гладенькие такие мягкие соединяться вязание не такой а мы думали вы не дойдете я позвонила я нашла вот что значит вот специально я из Купчино ехала я-то не дошла сюда поехали не вопрос мне попутчик это знаменитая обрезка до окажется все равно же это там что-то машину стоит как раз и и нам кажется бесконечно да 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 это прямо вот ребеночек такой ага тихо она и ночи на ощупь ну да обязана меня за совсем начали с шестерки девочки там тройка то что мы не знали вот к телу мне кажется тебе стирать вот как кодковая майка она будет обалденная вот на жару это будет очень классно я ли он не носила честно я носила у меня хорошо она есть обалденная вот они вообще-то очень дорогие да очень дорогие да но учитывая сколько готовят лотинца делать который куда-то вон она на на полочке там давайте следующий почему чистый хлопок снимешь они вот одинаковые нет они по идее должны они все называются по-разному а это мерсеризованные а это мерсеризованные нет как бы пока мокрая сейчас бросим на батарею на смотрим как она будет себя вестись марин гальтажуры попробуйте чтобы она села чтобы у вас не было потом удивление что видишь сшитые пузырна поэтому ткани вам надо написать имя у кого-то а то не знаем как он бродится здравствуйте я виктория я вязальщица какая космосонка у меня их 4 какие наладовые я помню вам инструкцию давала да кстати с ладогой я тогда вот разбиралась разбиралась чтобы я каретку поменяла она начала взять виктория чтобы мы вас знали доплета два первая и если я не ошибаюсь третья а доплета двухпантонная зависть 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 большая это смешает да крутая она тогда расхваливала да вот ты Наталья тогда увидела на каком-то да мы ее продавали а там вот этот нитеводик красивенький на каретке да такое чудо с этим нитеводиком самый лучший нитевод он регулируется так хорошо у них вот этих усищ нет а есть у нас у нас у нас потому что ну в избе вязальник есть там такое что продам там машинки да у нас дубрика есть там все меня есть да меня куплю да там прямо на главной странице по-моему да сбоку есть если вы чего не знаете вы пишите мне я же как бы всем отвечу я же сначала вас нашла когда машинку покупала и вот вот так вяжем да да начинаем с шестерки тоже посмотрим как она ой первый ну это ну это хлопок это хлопок после набора да 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 у меня тоже сопротивление изнутри нитку вытащить не удалось потолще это мы какую пробуем как называется так вот сюда надо надеть огромное это камелия это мы сейчас все это перепутаем да 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 чувство навесу навяженности да да правильно правильно знаете я говорю что я не знала где продается этого но вот хлопков не так на машинке навяжем это будет вы чувствуете вяжем на самом деле Сильвер возьмет точно так а вот из чего связаны те брюки голубые которые в ней вязали из какого просто изхода не мерсеризованные мерсеризованные там какая-то жутко нет жутко дорогая какая-то думает что у себя реклама своих брюков жутко дорогая нет летние брюки да да там мелан что-то было да она как бы двухцветная она как бы там ну она вот на вот это похожа то есть как бы кому-то двенит в блеск да ну она какая-то очень дорогая то есть там 1300 или сколько-то мы заплатили за 10 моточков ну да а на самом деле можно было так ну а мы не знали я живя в питере тоже не знала о том что у нас здесь выпускается да я сколько лет посмотрите не знала нет комбинат знала не знала что при них все предлагают все рис и все там предлагают я говорю что это нужно и пасмочки и воду да да они пулине у них ну да вы вообще не покупаете так посадим да я не умею 36 текстерей на 3 грамма это такая они видно заклеили с этой штучкой метраж смотри там 100 395 метров ну 4 3 1 это же наша любимая ну здесь уже на четверочке туговато потому что она потуще ну смотрите мы можем вот такой вот silver 6 мы можем вам отмотать по 10 метров и вы дома пробуйте и пробуйте дома конечно потому что я говорю что вот это матушки да 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 ну так вот я говорю я знаю как это все это может создать обсуждение семье создать обсуждение собираем тратить буду проснется покупать сюда она мне там дремлет у меня ребенок нормально я думала как ну вот тут нормально ну вот тут нормально ну все 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 не трогай так как мы здесь хорош фабрика и летом можно вот это сделать ладога ладога все остальное можно сделать уже после того как нет она летает но у нее вот эти железные платины железная машина это наверное аж очень 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 дорогая ну как я ее из опыта за пять тысяч вместе с доставкой играла класс это действительно очень 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 много в москве продавали вот месяц назад Там можно транспортную компанию. 500 рублей транспортная 500 рублей. У меня муж тоже по своим интересам. Здесь вопрос, чтобы не обманули по качеству. Мало ли, может оказаться, что щетки... Вот кот в мешке, да. У меня муж перебирал, просто вот так по винтикам разбирал и сделал. И вы еще со щетками могли там попасть, потому что там щетки. А щетки там как у Невы? Да. Но к Неве щеток не всегда так пешат. Это у вас, это у вас. Хорошо. И все устанавливают. Что у нее тут внутри вообще? Когда тут сирский владельца смотрит на вот этот вот Невы. Да, это шок. Может, Марина пишет, мне очень нравится пехорка. Машинная. Но машинную пряжу дилеры не любят, приходится на фабрике брать. Ну вот здорово. Вот Лильям Тавел наконец появилась. Девочки, здравствуйте. Здравствуйте. Я вот к степету у него не стала брать. У меня то, что боялась вот эти усы. Думаю, что у меня дети с этими усами сделают? И грузы эти. Я тоже вот Наташу прочитала, что они говорят, что у меня маленькие дети. Но вот пять раз нельзя не трогать мамина. Даже у меня как бы стол. Ой, мои постоянные шкаретка играют. Это вы разрешаете. У меня ребенок тоже. Папина. Вот мамина может дрогать, а папиной нельзя. А папа не бил, ничего не делал. А он просто папиной нельзя. Понятно. Да, да. Либо когда я вяжу, когда я вяжу, у нее мелкая, вот она сколько фотографий. А у нас полючный слайд. Я говорю, давай держи. Мелка не бил. У нас после мигрия подведуешься. А вот иглы конкретно я... Ну это не мельсель. К иглам даже не подходить. У меня ребенок крыл с мигом просто. Ну так, а мне это больше, чем то еще. У тебя пятьдесят рядов аккуратно вяжем. Как это так? Ну ты же хочешь вязать, а вяжем нет. Знаешь, пожалуй, я пойду пойду. Я пойду с моими делами сейчас. Я ирису две ниточки. Думя было. Я сын на стол. А вот нам поднимет. Да. Мы насквозь смотрим. У мамы помошли я тоже хочу. Ну они там берут в тихушку эти спицы вперед. А я эти спицы не беру. Нет, но мне он тоже хотел-хотел. Пока я не обязала следовать. Сейчас детство. Марина завидована. Говорит, у вас хорошая компания. Да. Готовьте печенюшки. В общем, в будущем я его... Кстати, печенюшки. Интересно про кто не знает. Печенюшки потом. Печенюшки уберите. Спасибо вам. Вот по маленькому обращу, ему очень видно будет косить в изделии. Бывает на больших. На больших может косить, если такая... Очень симпатично. Оно еще не подсохло. Так синенькое. Стираем. Значит так, я предлагаю, что я вам всем отмотаю... Кстати, Лин, я привезла, значит, это то, что вы просили. Вот мы можем использовать мотушку одновременно, Линину, да? А могу руками просто намотать клубочки? Да. Ну, кажется. Заодно мотажите мне. Кстати, девочки, давайте начать. Вот эти уже использовали. Я в интернете не смогла найти. Не наливиться, не попить. На Али. На Али. На Али. На Али. На Али. На Али. Может, да, незначительно можно его там тепловой обработкой подправить, но вот смотрите, чуть-чуть потянуло, выронали уже. Конечно. Но мне вот это. Вот он узнал. Ну, знаете я, что делать? Да. Оно у меня взлетает. Да, совсем давно вставит от... Очень видно. Да, совсем. Он у меня... Дальше подрезаю вот до сюда, беру креп, вот так вот заклеиваю, скотч для окна. Короче, было на туалетной бумаге вот так, вот так вот креп. Я уже это опытным путем, у меня тоже самое все было, срезала уже, да? Вот так вот она держится, и она спокойно мотается. Ну вот эту втулку, а потом, да, я так снимаю, и все, она остается. Слушайте, вот идеи, мотки, это большинство, и потом встаньте вновь. Ну вот и пишут, что на разных моталках, я просто смотрела видео, можно максимум, есть какой-то подлинный максимум, поэтому говорят, что не берите на эту самую маленькую, что сильно там моточки будут по 50 грамм. Просто есть проблема, что если намотать большой моток? Слубок, пихморка нет у нас. Мы сейчас тестируем фабрику иммуникирова, Лилия. Я же вчера в рассылке все это дала. Перепутала, извиняюсь. Страшно. В общем-то она тогда внутри уплотняется, и нитка нервно уходит. Я считаю, что я буду мотать на 100 грамм, но мне будет просто мотать на 100 грамм. Просто у меня была лама. Смесовка? Да. И я ее всю... Слоненькая. Короче, да. В связи с того, как натягивается, ее можно все, а можно на 2 минуты еще. Ну, в общем, я вот так промотала ее, и у меня нитка очень плохо. У меня вот сюда вот она попадает. Я потом решила, что я стала мотать маленький. Я только файнку купала. Вот так все. И я поставляю на несколько дней. Это файн, который там 240 грамм, 100 грамм. Берет. У них во всем. Прости. У меня и 150 грамм брала. И у меня сейчас они намотанные дома. Мы фиксировали вот эту штичку. А я вот не помню. Да, я не знаю, как. Да, да, да. Камеру слиповую. Ну, 150 на... А, ну, 150 на... Ну, не уйдет. Понимаете? Аааа. Не пружинит. Он не пружинит. И... Он даже через одну дню она не хотела. Ну, я это не знаю. Ну, я это не знаю. Связала сумочку на руках и подарила. Все равно, да. Такие разные группа. Короче, как-то... Ну, я так делаю. Я так делаю. Хлопок, да? Все рады. Все рады. Да, конечно. Они же для разных целей. Вы хотели... Да не, она стоит как бы. Стоит и стоит. Не, не, не. Вот она никак. Вот она болтается, но не мадает. Если они подачи свяжут, в одну свяжут, что-то будет там, на шеточку. Аааа. Мальку надо сделать. Так, а вы тогда держите, а я буду... Аликов. Пока я вот так... Не надо пробовать, не бояться. Аликов. 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 Нет, нет. Это китайская. Это китайская. Так, ну все. Ой, что-то замоталась не туда. Все. Девочки, я вообще делаю модель. Да, наверх. У меня так же... У меня в сторону она. Это же все скакивает. У вас... И что, я по прямой, не без наклона вверх? Вот так. Да, у меня такая же... Вот я... И она все снова так перехала. А здесь не будет заскакивать. Потому что ты меня на верх. Да, да, да. Да, да, да. А я покупаю эту поплевательскую кляжу. Она в пасмах. Поэтому мне надо... А пасмах там вообще надо как другую же. Ну и другую мне принесли. Мне все принесли. Ну вот, это растап такая металка. Да, то есть там сначала ее... У меня Сланиевская есть. У меня по-моему, есть петельская лицка? Да, не петельская лицка. это уже в наличии вот смотрите они все получают машинки рыхло как только постирали куда-то сбилась вот следующий уже надевать только чтобы не потерялась я сейчас эти помечу вам 5 штук уже 5 штук все это закончили теперь берем следующую какую-нибудь вот они все прыхлые связали два образца лили спрашивает жанта на связи нельзя перемотать да мы связали два образца и покажем как это получится акрил у нас ничего нет у нас только хлопок сольном вискоза еще и вискоза так сейчас я что я делаю так делаем пакет 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 будущее уже очень руку по туговатая идет на средней даже по 250 надо и полка я могу сказать что у меня до восьмерки ничего вообще ни одной у меня все прекрасно идет на тройках, на четверках, на четверках у меня так было на ладоге пока пружинку не поменяла сейчас она видно не разработана, она по себе так с трудно уходит силиконовой смазкой советует, кстати, Алексей Яковлевич не знаю, я засомневалась а если он советует, то да силиконовая смазка для машин, для автомобилей а там уже импортная силиконовая смазка а так просто называется я машинным маслом покажу от сегодня машинки пришли от сегодня машинки я только не знаю но все равно бывает подпачки а машинным маслом обычно можно? ну я бы для автомобилей доказала я на улице езжу не знаю а там наверное да для двигателя так а мы тут читали раньше масло, а механизмы были и я так понимаю использовали льняное масло оно не гордится оно не гордится оно портится, оно застывает у меня девочка была, которую смазала подсолнечным ну подсолнечным это полезно она разбирала машинку и выковыривала ложечку из всех маслов вот отсюда да, разматывать дальше даже мне пришлось выковыривать у меня сошлась машинка, которая лежала ровно столько, сколько я живу пошли дальше летать когда я увидела смогу ли я реанимировать смогла только я думаю, как борюсь поменять у меня одна иголка не ходит у меня была тогда проблема здесь, видите, не хватает платья может, если вставляли местами ой, серденьки не двигайте нас на гуяль что у меня здесь стоит я просто боюсь разворачивать машину я думаю, что если не сойдет я думала, что в краю не мешает вот эту машинку чинил Алексей Михайлович как разом я ее вот так вот и собрал так, ну она уже совсем нехорошо на четвертый да, черта не надо, пятерка очень туго и не ту так, это подписывайте как она будет называться и всем раздавайте а мы будем отжать ладно, пробуйте конечно чуть не хочет она середину а середину я там тоже не нашла вот она с краем с краем вот так неудобно ну, бросим на пол что делать так все равно будет неудобно там будет меняться натяг вот эта штука вот заскакивает ну да где чашечка да ладно, так немножко давайте убирайте ладно, давайте так худельница там наверное за нитки спрашивают что за нитки? я так уже как бы это ломни что-то составы нет, это лимфо нет, это лимфо 5 одинаково сочные сочные ручки есть? все делочки хорошие такие 60 холпок 40 километров нет, это там всего мы тут подалили литочки подалили а я тут видела, с каким пакетом я приехала я как раз тоже делитель приехала но я его только у кого-то передали там шерсть как советская тоже шерсть на стол да вот это у нас это у нас достижение просто я хотела заразить кто выиграл я выиграла я выиграла я считала что ничего я не выиграла я так хотела котиков не понимаю я вас не понимаю я хотела очень котиков выиграть потому что надо было при в двух специально научились писать хэштег давайте попробуем значит будет котик не, ну пока все это очень сложно да, так она и толстенькая может быть это последняя на четвертке это последняя на четвертке да там основная вот оно просто как выстеряется совсем толстенько вот эти вот руками руками надо видеть вот 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 здесь вот какой-то винт есть вот его наверное надо было да я подпишу что это точно синие все это точно это от синий это не косится а розовый лотос это от синий ой девчонки не перепутайте это потом сами купите или того что надо это запомнил это толстенький да 251 да 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 грамм дорого это метр четыреста получается здесь нет это 6,1 джипет девушки сколько синих еще нужно намотать а я два два угу это тихонечку но это ромашка в Я не могу высчитать, что это за метраж, что-то 75, 412-75. Это вообще уникум. Ну, как наличьи. Все это своим ходом. Я говорю, что я люблю, чтобы мне быстро объяснили. Лучше за деньги, лучше пусть объяснят, чем вот сама учится. Вот это, в принципе, не сложно. Руки все подняли. Да, в принципе, не сложно. Ну, почему, в принципе, не у них всех получается? Ну, сейчас кому-то сложно. Нет, я говорю, что кому-то лень, у кого-то есть способности. Потому что что машинки, кто-то вот с полоборота, кто-то, действительно, учится, учится, и все не так. Вот у вас сейчас присылают отчеты в водный курс. Так есть такие отчеты, что плачешь прямо, вот даже не понимаешь, откуда руки-то растут. Ну, что сделаешь? Ну, нормально руки растут. Нет, ну, кому-то вот действительно нужно 10 раз переделать. Так, все, розовую. Дай осенью, заматываю обратно. Да. Розовую, это какой-то сходу. Так, розовую, это сцентр получится? Ну, а я пробовала очень похожую нитку. Скорее всего, это... Розовая, верно. Я думаю, уже свитер, получается, выдержанный. Я его сейчас сначала осенью делаю. А розовая, это какое-то название? Нет, розовая, я не могу подавать. Так, синяя у нас что? Вот это. Синяя, это... Или это что? Синяя, это камелия. Это камелия. Это вот эта вот розовая нитка. А что это? Это ромашка, это улыбка. Она тоненькая, но как-нибудь мягкая. Ну, она и дыречку будет. Дыречку. Ну, давайте пока сидите, найдите внутри нитку. Да. Дайте хвостик. То есть, не когда это... А подайте хвостик. Я помню, что она... Ой, какая мягкая, да? Да, это... У нее так красиво ровно петельки велики и совершенно не косит образовая. Это мерсеронизировано, да? На это, по-моему, нет. Ну, вообще не было... Но выглядит как мерсеронизировано. Ну, да, она как бы стученький. Это какая, залия? Ой, это какая? Так, это... Нет, это из исхода. Это из ромашки. Это надо написать, да? Это ромашка. Да, давайте напишем. Оранжевый. Оранжевый. Это она не прописать могу. Сейчас. Так, это розовый. Вот она, да? Лонжевый. Да, вот она. Лотос розовый, да. А залия у меня зеленая. Лотос, лучше зеленая. Такой он какой-то уже полусухой. А вот там вот кончик. Вот этот полотенец так отжался. Выождите. Кудельница только один цвет. Почему эта кудельница один цвет? По крайней мере, мне дали даже два цвета. У меня вот такой вот и серый. Поэтому я не знаю, почему. Мнение, что он оденет. В магазине, может быть, есть один цвет. Не, может быть, в магазине. Но мне дали два. Я пришла. Девочки собираются. У них четвертого выставка в Москве. Поэтому они говорят, не, много не можем дать. Вот все уже упаковано. Поэтому вот что давали? Потому что мне давали не из магазина. Дожди. Мне давали не из магазина, а из закромов. Поэтому я не знаю, что там в магазине. И так как я человек не вяжущий, то я даже не пошла туда смотреть. Но в следующий раз я схожу. Второй раз я схожу. Это серо-бежевый. Вот, наверное, вот это. Ближетный. Мне сломно. Только весь нахуй. А что сверху-то не нравится? Мне сверху нравится. А вот, наверное, какой-то. Я раскутываю, типа, почему. В серединку все, вон, выделяю. Я боюсь. Оранжевая, что за ниточка спрашивает? Оранжевая ромашка. Вот эта, да? Да. Но она такая лососевая. Даже не раньше. 75 метров. 320 грамм. Наоборот. Наоборот. 320 грамм. 75 метров. Что мы мотаем? Это хорошо вешать. Да? Это тоненькая. Тоненькая. Тоненькая, так. А метража на полный метров. Это вот эта как раз. 320 на 75. Ну, почти 400 на 100. Все пошла середине. У меня же не середине. Это зеленый. А промашки. Да. А промашки. А промашки. А промашки. Был у меня как-то опыт Лидии 1600. Вот это салфот. Какая-то плевалась. Я для Лидии покупаю. Сейчас я нанучилась с Лидией. Я хотела хотя бы выречить ее сделать. На этой вагоне я сделала просто. Кошка вальнет. Самое главное, когда она будет в итоге смотреться. Я одна? Я сюда. Я тут раз не знаю. Я буду салфот. Салфот. Нет, нет. Тут только клей, наверное, уже не стоит. У меня такая тонкая. На какой плотности? На двойке. Так, всем розовый. Все мы взяли. Кому еще? Еще два. Еще два точно? Да. Да, да, точно. Карту ручка. Я вижу, что лежит. Один, так далее. Я пойду еще раз. Я пойду еще раз. Это Вика только там. Все. Ах, тебе дела. А, да, я еще помню, я детский катрис. Что там у нас? Детскую новинку я из середины разбирала. Ой, а зачем? Она так пихана туда, что там... А мне неудобно по-другому делать. Это от этого и есть. Это от Лотос. У меня был большой заказ на дизайновские подушки в ресторан. И там этой детской новинке был. О, какие огромные три пакета из лента. Кто мне дал-то вот эту? Кто? Ирина, не было найдено этой серединкой, да? А, держали, держали, я думала... Нет, не куриц. Так, вот это это ромашка. И с 3 пакетом мы такнули полклубка наизнанку вывернув. Это все? Закрываешь? Да, закрываю. Вот давайте ищите, а вот это сиженка или что? Это край. Это вот так раздевать, да, сиренка? Мне удобнее, когда оно из центра идет, когда оно вообще, не задумываешься, есть там узелочки, нет там узелочков. Лили говорит, что это она посмотрела на складе, только один терракотовый был. Нет, нет, миллион разных цветов, миллион просто. Куртювер, что заботить хочу. Мне, когда я перематываю, кота обкинула. Да? Он все бросает. Слышит этот звук, сразу прыгает, ложится. И перед его носом в кубки прыгает. Мне так нравится. Это хорошо, если просто лежит. Мы сейчас с Наташей идем, и кошка маленькая такая идет, голуби несет. Это вообще просто. Чем маленькая, чем пятнадцатая, такая похожая на... Бенгальская какая-то. Нездомная, я у меня. Я свою кошку, как-то в лето уговорила. Принеси мне хоть мышку, что ли. У меня белок носит. Это вообще... Она как все лето приносит что-то мне в пальце. Мя уговорит. Ну? Синьбрета. Мя уговорит. Она как-то, что я боком не могу. Мя уговорит, что-то имя такое. Крептелец. Беги, а что ли? Меня тоже очень любят. Ящерок всяких всех принесут. Всех сдадут. Что ты мне за палочку так вот... Ящериц в кровать не допустила. Нет, я, конечно, не хожу. Я тоже не хожу. Нет, я не разбогатила. Мне нравится. Сейчас шапок с этими скосами всем навяжу. А, это двойка. Направим, яду на груз. Четверка, пять, двойка. Так. У меня просто горят заказы, что на мазке приходится вязать руками. Потому что на машине... Да. Рукань. А что на машине не получается? Ну, я не знаю. Я нашла в интернете какую-то, скачала там... Вот. Как видите, я знаю. Ну, не понимаю, когда убавляют, когда прибавляют клиншу. Ну, не знаю. Ну, не понимаю. Я вот понимаю, как там связать только вот до пятки. Все. Даже не переводят до пятку под носом. Нет. Пока нет. Так что до какой-то день не пойду на путь. Мне нужно работать. Здесь налезать ритус, носков, носков. Как раз с начала. Ну, это второй год. Ну, это второй годный оборот. У меня еще скоро на него сверхся. Так что пока руками. Пока. Машинки. Меня теперь стало. Раньше этого машина нужно чтобы быстрее. Сейчас совсем не вижу разницу. Я не доказываю. А я просто разницу. Понятно, что руками по кругу не будет счивание. Ну, это вот тут полки. Да. Ну, так, я вот приехала сюда с одним носком. Так он у меня не закончился. Мне никогда наладок. Мне чем нравится. Я вот не вязала. Мне было так ленивое дело. Здесь не надо знаний. А, если ты вот не вязал, ты бы как-то не вязал. Так, чего там мочить-то надо. Мочить-то надо. Мочить-то по старой памяти. Угу. Угу. У нас осталось только зеленую провязать. Надо за ней стараться. Ну, можно. Можете вот эту вот намотать? Да. Она уже связана и у меня готова уже. Что ж я? Не, ну, кажется, это мягко становится. Ух. 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 а у нас 4 матка была не 5? 5 или 6, а этот не мотали. А, так еще розовый у нас остался, давай пока они тут это вяжут, мы размотаем. Вот, Лиля, говорит, посмотрела сайт комбината, никогда бы не подумала, какое огромное разнообразие у них. Потому что я тогда вошла, у меня от истоков выключилась камера, и я оттуда ушла, потому что я там не разберусь, потому что там просто что-то невероятное. Это человек, кто взял из такой пряди, конкретно из этой, просто из Кировской, они говорят, что жалуются на некоторых, что очень линяют после стирки. А вот кто-то говорил, а кто-то не обеспал, у меня же специальный опрос. Мулине, наоборот, очень хорошее. У них, наверное, всегда портят. Это для вышивки оно? Нет, для вышивки нет. Хорошие опросы. Я же опрос провела, сказали, что стойка, пряжа. Между прочим, вот они мне сказали, что стирать мылом детским, мылом хозяйственным, все, никакими химикатами нельзя. Никакими этими линорами, ничем не обрабатывают. Я говорю, слушайте, говорят, линяют. Она говорит, ну, конечно, если вы агрессивными веществами стираете, я говорю, а какими агрессивными? Он говорит, ну, какими? Всеми, кроме, никакими ласками, никакими этими, ни в коем случае, вообще ни в коем случае. Я всю шелку одеждаю шампунчиком. Да, никакие эти восстановления, это же реклама, восстановление цвета. Ну, как оно может восстановиться, если эти молекулы выбились оттуда? Она говорит, нет, нет, нельзя. Мыло и детское мыло, и хозяйственное, все, ничего другого. Ну, я все время шампунь стираю, то, что мне надо растворить это мыло, потому что у него пахнет не вкусно. Слушайте, есть хозяйственное мыло, жидкое, в Ашане, 37 рублей, и пахнет там, добавка будет парфюмированная. В Ашане, 37 рублей, жидкое, в Ашане, в Ашане, в Ашане. Просто понимаете, мы даже не знаем, как, как, никто не читает инструкции, никто ничего, я им стала рассказывать, говорю, а вот как вот, как ухаживать за этим? Они говорят, ну так вообще никак не ухаживать, то есть просто стираем нежными веществами, и все, и оно будет носиться. То есть это люди, которые, да, я говорю, слушайте, ну вот ребенок там капнул там этим чем-то там отбеливателем, ну вкусно, вот если отбеливателем постирали, то потом цвет и пошел, цвет и пошел, вот оно и начинает, то ли нет, то еще что-то, то есть цвет не держится. То есть все эти отбеливатели, они хороши тогда, когда на белом белье, а на цветной все как бы… Бабочку сюда пришить и все. А есть антипетин, мыло такое? Оно хозяйственное, только чуть покруче. Ну, таким выводили ребенку, детским порошочком, без хлора. Да, без хлора, без хлора, потому что вещества вступает в реакцию с краской, и все, и оно потекло. И, говорит, ручная стежка деликатная, без хлора. Ну как, нравится, может, вот это отрежем, а вот это пусть кто-нибудь сидит и… Ну, вот смотрите, вот подружка, она такая, как крученая, вот проведите пальцем. Она раскручивается, да. Крученка такая. У нее сейчас образенчик посмотрите, скажите. Пролилограммчиком. Вот это может и… Ну, она раскручивается, закручивается, она не может внести. Может, такое… Синенький, синий, синий, синий. Синий немножко. Ну, видимо, надо побольше вырезать. Ну, тут что-то совсем… Теперь раскручивается, да? Нет, да, да. Вот, ну, на, я слушала полностью. То есть, у вас перекросятся высота? Вот, ну, ремей полоскрут, а вот. Нет, то есть, если шел будет… Нет, почему? Я с их тренинг придумываю, кстати. Ну, здесь переключение плохого. В одну… Она едет, закручивается, а в другую раскручивается. И вот, вот, все. Нет. Да. Видите, когда… Примерно с одинаковым числом, лицевых безмачных. В резинках оно не выкручивает. Ну, или прикалывать. Когда вы наморщили, прикалывали булавочками. Ну, почему-нибудь все равно или в косе. Процессиловский. Все равно будет уже? Да. Ну, но, если приняло форму, ну, как его нужно? Да. Если нитка крутит, оно уже… Сталкивается. Да, чего? Оно не перекачивается? Нет. Оно ровное. Кстати. Повязать не так. Ну, не нужно так. Частоват. 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 Очень мягкая такая нитка. Вот у меня троеченка. Троечка. Повязать. Избуза хлопок. Она прямо вот такая вот шутка. У тебя хотела… Мягкая. Мягкая. И она какая-то… У меня ручено такое впечатление, что пучок волокон идет. Которая вискоза с хлопками, она уже рамка. У меня не рамка. У меня не рамка. У меня рамка. Я мягкая. У меня уже рамка. У меня другая совсем. То есть, хлопок и вискоза разные. Бывает, с этого нет. У мацки, да. Обработка разная. Ну, по-разному. Это вот эта, да? Так, это семя. Да. И любые разницы… Я про нее писала, чтобы она будет вот такая вот, как вот чай. Вот эта больше похожа на вискоза. Соситоза. Ммм. А оказалось, что это просто такая комфортненькая, восемь сложивших вещей. Это единица измерения советская, ещё сказка. Я читала, всё равно ничего в математике. Я как-то выяснила, что вообще ничего не понимаю. Да, там что-то с колесом, там с футболисом связано. Я запомнила только 32,2, что это 100 грамм в 1600 метров. Да, 32,2 это 1600 метров. Да, как раз Лидия, она в 22,2 метров. Вот, да. То есть только вот по этому принципу. Вот Лилия подтверждает, что на сайте у компании можно зарегистрировать сток организации. Я тоже посмотрела. Значит, у них есть группа, которая называется «Невская рукодельница», и магазин называется «Невская рукодельница». В нём 17 тысяч подписчиков. И в этом, в этой группе, вот они рекламируют свою пряжу по розничным ценам. То есть вы можете купить как розничный покупатель, нет проблем. А на сайте только организации, только оптовые продажи. Поэтому… Но, Лилия, вы можете прийти в магазин, или если вы издалека, то мы можем от вашего имени прийти в магазин и выслать вам, или купить, или… В общем, вы можете по интернет-магазине заказать, чтобы они вам выслали нужное количество. Вот мы сейчас попробуем. Девочки напишут отчёты, и будете заказывать, будете уже знать, как пряж себя ведёт. То есть специально, потому что мы с Наташей одно мнение имеем, а у вас… А машинки у вас разные. Да, разные. Поэтому вы напишите своё мнение. Всё, будем… Стоит она там или не спит. Просто отрезаю, отрезаю и всё. Я жалко мне полагаться не надо. И всё хорошо. Сейчас вязать его надо будет. Так что? Пусть… С Сильвером нам посоветуются. Мне даже понравилось, что Сильвер громче. За счёт вот этих фруктов. Я посмотрела видео, что он не разработан. Он может быть не смазанный. Как здесь металлический, да? Он может быть ещё хрустом. В такой смазанной каретке там погромче. Ещё хрустом? А так нет. Скорее всего, когда она записывает, что там рядом… Да, да. Ну, что себе, это ж вроде у меня тихенький там… У него, когда по щётчику проезжает «Ба-бам-бам-бам-бам». Вот такой ещё. А я так довольна, что я купила… Ваши скидки скидки, я его выключаю и ряд проехал. Я так довольна, что я купила вот этот репоноск. Ба-бам. 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 Не, 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 не. У меня к Неве я купила электрический счётчик. Электрический счётчик, да. Который, причём, по идее, мы не проверяли, но дети очень любят. «Давай мы тебе сто сделаем!» «Стой сделаем!» «Стой сделаем!» «Стой сделаем!» «Я очень хочу ЕК купить!» «А, ЕК это то, что…» «Которое вы рекламировали!» «А, ЕК!» «А, а я заказываю там…» «То есть она тоже как…» «Слушайте, девочки, мы…» «Нам…» «Наташа муж сказал…» «Похожи…» «Стуку эту можно сделать…» «Самим, да» «И из мышки, из старой компьютерной…» «Ну, мне наши…» «Там там хотят искать эти запчасти, поэтому…» «Ну, он даже сказал, где это можно купить, этот геркон, то есть это надо поехать, чтобы он сделал и показал, чтобы видео записал или как-то, но…» «Давайте!» «У него своя работа, он как бы вот…» «Давайте организуем одного мужа, чтобы он геркон нашёл, другого мужа, чтобы он поклеил, а мы запишем видео!» «Ну, а чё я могу…» «Я, видимо, буду предоставлять своего, чтобы он это всё поклеил!» «Так, слушай, опять закупалась, всё обрезаю!» «Уговаривали!» «Уговаривали!» «Сколько уговаривали, что…» «Свитерами, да, не откупиться!» «Наш на свитера не ведётся!» «Не, не ведётся на свитер, ну как?» «Так уже розовый!» «Я так сейчас, я задлятку давать!» «Сколько нам этого…» «Сколько нам этого розового?» «Сколько нам этого розового?» «Ещё два надо!» «У меня есть, она договаривалась…» «Мне так непривычно, что я…» «Да, вот я ей говорила, что…» «Мне кажется, я вообще…» «Вот их роды люди сутки вижу!» «Да!» «Говорят, с Наташей спать ложимся, уже дети привыкли!» «Верен семьи уже!» «Дети укачиваются под нём, ему тут лунные волосы…» «А я знаю, две петельки…» «Так, а у меня что-то с компьютером случилось, я пошла, у меня смарт-телефис, я нашла ВКонтакте там…» «Готовлю, смотрю по большому экрану…» «У меня открыт, это что такое?» «Три лета!» «Три лета!» «Так, что…» «У меня муж опять говорит на сходскую вязальщицку приехала!» «Что там делает?» «А справку не просит предоставить?» «Где было что делать?» «Ну, это видео, вот, мы его пишем, так что, в принципе, можно будет посмотреть…» «Ну, я думаю, что не всё целиком, потому что журшала…» «Вроде всё, всем, да?» «Всё-всё-всё-всё-всё!» «Всё-всё-всё-всё!» «Это надо вам эссс или как вопрос какой?» «На куда?» «Нет!» «Только бы видео посмотреть по второму разу!» «Полотенце у тебя было?» «Не знаю!» «Был вот оно?» «Не, я посмотрю, если…» «Понимаете, мы же тут два часа, вот это двухчасовое видео…» «Ну, в принципе, наверное, можно его выложить целиком…» «Ну, я думаю, что вряд ли я буду его выкладывать на общий доступ…» «Скорее всего, это будет закрытый по ссылке…» «В рассылку отправлю, чтобы все посмотрели…» «То есть, чтобы не в открытом доступе, а чтобы…» «До подписчикам, трактам…» «Ну, тот посмотрит…» «Всё, все пять сделали?» «Да» «Ну в то!» «Ну в то!» «Всё, в общем-то, они все очень похожи вот в таком виде…» «Ну, мне показалось, это полночный все…» «Девушки, вот это что откуда?» «Давайте…» «Это ромашка…» «Вон зелененькая лежит…» «Да» «Зелененькая…» «Зелененькая…» «Да» «Ну, вот это всё жёстко, посидём…» «Ну, вот они высохли, да, она опять к своему вернулась…» «Ну, в принципе, по идее, всё равно он должен быть приятный такой…» «Лилия говорит, что вязала из риса 30 грамм…» «Пока не постираешь, грубовато, но изделия из них вечные…» «И правильно стирать, чтобы цвет не потерялся…» «Но оно не покундушится, не прорвётся, не потрётся…» «Ну, конечно, так классно, я уже предвкушила как-то носить ноги вообще…» «Летнюю…» «Летнюю…» «А, дырочки…» «А, дырочки…» «А, дырочки…» «Красивое бельё надеть, поднять…» «Да» «Нормально…» «На ёвку нужно подкладывать…» «Да, вот…» «Делать…» «Ну, это всё равно…» «Нормально…» «Нормально…» «Да» «Приятно…» «Да» «Приятно…» «По-моему, самая приятная ниточка получилась» «Какая?» «А вот эта… «Нет, да…» «От которой вы не хотели говорите?» «А 놓иё agle…» «Он что ж рёстоковатый!» «Нет, она всё-таки такая жестковата, но она очень чувствуется что приятно, натурально…' «Да» «Прям вот таким льном…» «Это вот эта была тоже, но это хлопок тоже… Да nevau – всё хлоп kuncini». «Но вот чистый хлопок…» «Слушvellите её…» «omi каки же самые жёстные…» «Вот это толстая… Но она приятная». синие не человеком большом мне кажется немножко будет подкашивать крючки на дырочка погоняет прекрасно себе ношу без подклада крупным плавном образце можно положить на большей плотности эластичнее эластичные вот так вот давайте экспертное мнение что 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 понравилось давайте он понравился вот покажите где у вас лен это тут кудельница она понравилась очень понравилась кстати вот ромашка ромашка это какой состав там просто тоненький стопроцентный хлопок хотя на ведь написано мерсеризовно хотя на них написано что для ручного резания 300 метров ну не всех толщина такая приема а зале 250 надо посмотреть вот то есть они все мерсеризованы я так подумала что может быть это просто их как бы они нет а здесь написано вот просто стопроцентный хлопок да дальше мерсеризована есть только вот здесь мерсеризована это обработка какая-то специально химическая обработка но я могу сказать вот это некомфортно как раз или корзиночки да то есть вот это ромашечка тоже ничего да она вообще нежная и детская лучше 2 нитки если для взрослых вот это даже мотки грубого веревочек правый край насмотрелись показывайте левый вот смотрите вот все смотрите значит выложим все в группе и все будете знать вместе с отчетами все будете знать так это не все у нас у нас пасху на же железо у нас приближается пасха чтобы делать как украшать наши знания навыки а вот не знаю жизнь украшает значит вот у нас сколько 5 человек 5 человек не центр то у нас поэтому вот давайте делитесь на две команды и пожалуйста от каждой команды предложение как будем украшать пасха вот нарисуйте значит у вас обсуждение что вы можете предложить для того чтобы поняли что когда мы в команде мы можем гораздо больше чем когда человек один вы можете советовать вдвоем вы втроем мы с атташей уже свое решение приняли личные сути эскиз что можно сделать вот это че лежит вот корзинка не подглядывайте не подсматривайте своего ну вот у вас пасха будет украшать свой дом вот мы уже нарисовали мы обещали оказывается заново на машине но у мачки оставишь символы когда эти цеплят вроде чего съеден домах будет там ну козинка часа церковные гнездо или гейток куда куда это все уложено нужны эти тряпочки на которые кладут яйца приносят их на блюда чтобы осветить и даже когда накрыть можно подкладывать на тарелку и сверху яйца кладу потому что мы корзинку кладем и сверху так что можно вот так вот например с какой-то символикой то есть можно проходит вот такой а на нем там не знаю хв или что чтобы в народном стиле полностью можно придумать а здесь можно оставить для мамы культуры художники-то такие тоже это если вот такой традиционный мне вот эта идея с корзинкой как раз вот из этой красоты вот кстати да для грубой корзинчика она подойдет а туда уже там пасху было еще что там каркасик реберинчиком накрепить вообще классно будет ты что знаешь это шнита форма это прямоголик лежащий на тарелке а нет полет я могу вот так ну то есть вот это вообще можно посидел ну вот так что еще можно знаешь что я бы хотела связать все вяжут эти как бы крышком круглый пасхулич который потом хозяйство на сузон на машине это мне просто непонятно будет более чего с крестиками христос воскресе ну вот так что нормально так что нормально как-то мы понимали пасху думайте думайте что еще она уже еще сказала я не знаю что еще там просто без остановки смотри варианты генератор вот этот хороший вот этот и вот этот да под куличик там еще и думаю еще чуть 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 или пасху хватит давай 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 обрабатывать вот эти тут слишком много я вот сразу за корзинку ну я тоже за корзинку мне тоже нравится здесь еще и такое у нас тоже корзинка не только корзинка давай под пасху уже лучше ничего на его справлять я не знаю про него здесь уличка можно сейчас взять вот сейчас на стол там как такую ну как полоска такая ну типа скатерть но а видела такие да да вот они бывают накрывают например полосочки можно просто с той же группой они будут веленную тряпочку ну может просто так взять ну что все примерно одни тоже сходятся примерно детьми придумали ну давайте у нас первая была идея ну как бы да традиционно куличи пасхотворожное идут с этими что тут на стол какая-то полосочка вязаная что-то да как бы а это да вот просто как бы корзинка или что-то сделать такое тут яички крашеные и кое-что можно такие из помпончиков уже маленькие цыпляточки чуть-чуть а это курочка мама ну можно такую связать как у вас были грелки на чайнике пусть будет курочка такая чтоб уже с дальнейшим каким-то использованием в хозяйстве понятно ну художники такие понятно у нас очень похожие идеи мы шли параллельными путями то есть от яйца мы пришли к корзине опять же вот такой жесткой нитки очень можно так ее сделать накрахмалить вот потом у нас пошла идея тоже рушника но мы подкладываем ее на тарелку то есть там можно изобразить какую-то русскую или православную символику другим цветом а последняя наша идея это как-то сымитировать кружевную салфетку круглую форму под кулич девочки вопрос как вы будете все это делать на вязание машины не знаю вот вопрос то ведь как бы он со вторым смыслом что со вторым дном ну вот это вот в корзинку что ты вязание машины кружок это ли ну а что хуже кружок кверечное вязание частичное вязание кружок а что это это декор ваш декор в паспельке это ваш декор Это все, что вам нужно, понимаете? Вам не нужно эти писанки и чего-то делать. Вот это вы, имея свою вязальную машинку, подарите вот такое яйцо. Вот оно, яйцо, вот оно. Для этого вам нужно срезать квадратик. На этом квадратики нашими любимыми, как они называются, обвязками. Все. Я не знаю, что это такое. Ну, Лина, ну каждый раз делаем на этом, на посиделках, каждый раз делаем. Все эти рулики наши, вот они все вот здесь вот. Вот три петелечки одел, повезло, повезло. А, вот, понимаете, я почему, я почему рассказала вам? Я не делала, я не делала, я не делала. Это же самый простой способ. Когда вы можете писанку эту, если вы рисовать не умеете, ничего не делаете, вы можете по краю вот этого, по вот этому краю сделать обвязку, вы можете внутри. Я думала, что она даже сделает вот так вот по центру, и вот как бы мы надеваем на попу, и у нас на попе будет. Я думала, что вот так будет. Очень красиво, очень красиво. Вот, видите? О, классно. Я уже напомню. Нужно разобрать. Вот. Видишь, мы не разделились. Мне не разделились. Но я говорю, что видите, вот из любой тряпки, которая у вас есть, из любых ниток, которые у вас есть, вы делаете вот этот вот квадратик, и у вас вот такое яйцо, которое вы, ну, не знаю, несколько секунд нужно, чтобы вам связать этот подарок. И если вы гостей приглашаете, то вот это, я не знаю, сколько вы времени на это будете тратить. На полотенце, на все это, не знаю, сколько времени. Вот это, вот я говорю, даже если вы просто полосочками свяжете, у вас вот уже будет украшенная... Держится, да, наверное, казахстан, все-таки хорошо. Вот, поэтому считаем, что мы провели посиделки, посиделки провели с квадратом, и вот вам, пожалуйста, пасхальная идея. То есть ни у кого нет, а у вас будет. Можно даже сделать, если не обрезками, как мы делали, полно, защипочками. А, да, 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 там попроще, да? Ну, конечно, конечно. Не там, одеты, что ли? Да-да-да, можно и кругально как-то делать. Все. А это похоже, как розу примерно делать, да? Кривистую розу, когда... Нет, роза у нас другая была, тоже не помню. Лина, вы же у нас давно, мы же все делали, уже миллион раз делали это. Ну, миллион раз делали. Петуха новогоднего так делали. Петуха новогоднего так делали. Петуха делали, да-да-да, кстати. У вас домашнее задание это по тестированию пряжи и присыланию отчетов. Но нам бы, конечно, хотелось, чтобы вы нам кроме отчетов прислали еще и ехать. Маши пожелания о том, чем мы можем вам помочь. Потому что мы хотим вас помочь. И мы иногда даже не знаем, какие у вас трудности. Почему? Потому что нам кажется, ну, все так просто. Ну, вот, ну, понимаете, ну, вот что, не придумать вот это яйцо из квадрата. Ну, просто. А вот другое, видите, другое. Вот, вот. То есть вы идете по более сложному пути. И поэтому у вас встречаются какие-то трудности, о которых мы даже не предполагаем. Почему? Потому что нам кажется, что все это просто. Если вам понравилось, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. И ждем вас на наших вязальных посиделках, которые проходят по вторникам на нашем проекте «Изба вязальная». Ваша Светлана Амельян.